Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие члены. Давайте подождем несколько секунд, пока все подключатся, и сразу начинаем. Итак, еще к нам подключаются, но уже пора начинать. Еще раз добро пожаловать на нашем сегодняшнем Crisis Update вебинаре. Сегодня на самом деле очень широкий спектр вопросов, которые мы будем обсуждать. Мы активно работаем и на этой неделе, в начале недели провели вебинар по всем юридическим вопросам, которые связаны с частичной мобилизацией. И этот вопрос, естественно, мы понимаем сейчас на уме у всех. И мы будем продолжать поддерживать наших членов по этим вопросам. Во-первых, мы готовим по итогам этого звонка некий материал, который будет содержать основные вопросы и ответы, которые с этим связаны. Мы смотрим на этот вопрос с точки зрения работодателя, какие на него возлагаются обязательства, какие ожидания, какие проблемы могут возникнуть. И мы подготовим некий материал, который будет вам доступно, я думаю, что сегодня в течение дня. Помимо этого, мы будем также отслеживать дальнейшее развитие по этой тематике. Любые новые разъяснения с правительства или других органов государственной власти мы будем отслеживать и немедленно вас информировать, держать вас в курсе. Но будем обсуждать и освещать и другие аспекты, которые связаны. Я думаю, что это на самом деле может быть даже в неком смысле не как менее важно, чем правовые вопросы. Это, например, психологические вопросы. Я думаю, что в тот момент 21 сентября, когда этот указ и эти решения были обнародованы, мы все многовенно и уже немножко впереди, поскольку там первые слухи пошли, чувствовалось большое вольнение, которое захватило все организации и всех сотрудников. И поэтому вот как работодатели мы, конечно, имеем не только правовые обязательства о том, как нам нужно вести себя в этой ситуации, но еще и как мы можем поддерживать наших сотрудников и тех, которые просто волнуются, и тех, которых касалась частичная мобилизация их семей и так далее. Вот все эти вопросы мы также будем на наших платформах отслеживать и попробовать собрать тех экспертов, которые могут дать вам ответы. Но помимо этого, конечно, никто не отменял всю остальную повестку. И если в целом смотреть на ситуацию, то на этой неделе было мероприятие от ассоциации менеджеров по ситуации с ключевым руководителем и обсуждали тренды в этой области. И с Академией бизнеса компании B1 и Y мы также провели такое мероприятие по поводу этих трендов, HR-трендов. И на обеих мероприятиях были показаны слайды, где четко было видно, что численность вопросов, количество вопросов и их значения, которые сейчас напрямую направляются к руководителям, компаний, подразделений, бизнес-юнитов и так далее, многократно увеличилось. И они просто со всех сторон, конечно, находятся под давлением. И в этой связи очень важно, чтобы мы и освещали по-прежнему на наших площадках вот те все остальные темы, которые, может быть, в каком-то таком моменте, когда есть разгар другого вопроса, немножко уходят на второй план, но никак не будет, никак не можно их считать отменными. Итак, я очень рад, что сегодня на нашем вебинаре согласились участвовать Полина Лебедева. Мы на вашу экспертизу могли полагаться раньше. Вы будете давать апдейт по российским контрмерам, особенно в тех инициативах, которые на данный момент находятся на рассмотрении в Государственной Думе. Потом, я очень рад, Андрей Джарский, партнер компании «Аль Рут». Мы с вами все эти указы, постановления правительства и так далее уже много раз обсуждали. И последний, который, конечно, вызвал большой интерес и оставил много вопросов, и где еще ожидается разъяснение Минфина – это указ президента номер 618. Мы его обсуждали как раз недавно на мероприятии по МНА. Очень рад, Андрей, что вы сможете сегодня участвовать и делиться вашими видениями по поводу, как применяется этот указ, какие его основные последствия и implications для бизнеса. И, может быть, тоже указываете на какие-то открытия, вопросы, которые нам совместно нужно дальше обсуждать с регулятором. И Анастасия Чередова, прошу прощения, я не знаю точно, глава специальных проектов компании «Вегас Лекс», тоже член ассоциации «Давний». И вы будете говорить о «Sanctions Risk Management» – меры, практические инструменты, но и содержание этих процедур. Я думаю, что будет сегодня очень интересный и немножко разнообразный, но в этом ничего плохого. Наоборот, это позволяет нам покрыть сразу несколько вопросов. Тогда я передаю слово первому спикеру, пожалуйста, Полина, с вашим апдейтом по российским контрмерам и текущим инициативам на рассмотрение в Госдуме. Спасибо. Спасибо вам за столь позитивное представление. Сейчас, одну секунду, я хочу найти свою презентацию, которую я хочу вывести на экран. Пока я это делаю, скажу несколько слов в целом о контексте нормотворческой и правотворческой ситуации. Работа по созданию новых правовых актов не утратила своей интенсивности за последние месяцы. Я помню, что на таком собрании, как сегодня, я выступала весной и как раз тогда говорила о том, насколько сложно приходится участникам делового оборота ориентироваться в огромном массиве новых норм, новых правил, возникающих часто, возникающих нередко с определенными вопросами, в том числе к юридической технике, что, в общем, объяснимо, учитывая высокую скорость формирования этой нормативной базы, но это очевидное извинение никак не облегчает ситуации для тех, кто должен этими правовыми актами пользоваться. В рамках сегодняшнего довольно лаконичного формата, безусловно, невозможно подробно остановиться на каждом из правовых актов, которые возникали за последние месяцы. Мы определили таким образом, что я постараюсь коснуться каких-то ключевых моментов, которые имели место с начала лета или, точнее, с завершения весенней сессии Государственной Думы. Ну и дальше посмотрим по ситуации, что именно вас больше заинтересует, какие вопросы будут возникать. Ну и плюс уважаемые коллеги, которые также выступают на сегодняшнем мероприятии, также в определенные моменты зайдут более детально. Первый вопрос, который, наверное, не может не интересовать многих, это откуда брать информацию о том, что происходит, какие новые правовые акты появляются. И если в отношении очевидных правообразующих документов, а именно законов и указов президента, больших вопросов нет, один из официальных источников информации у них – это правительственный сайт, где публикуются все новые правовые акты, плюс к этому есть еще и сайт, где публикуются именно документы и вообще информация, связанная с деятельностью президента, который называется 3W-Kremlin.ru, там можно в том числе указы видеть, то весь массив других документов приходится искать по разным источникам. Вот здесь я для нас с вами попыталась в очень вжатой форме суммировать, где что мы можем увидеть. Я по-прежнему очень призываю вас, руководителей компаний, по возможности добиваться такой организации работы внутри компании, чтобы ваши службы обязательно сами за этим следили, не ждали, когда консультанты, помощники или газеты о чем-то напишут. Вот ситуация такова, что лучше узнавать новости первыми. Итак, довольно большой комплекс документов издает Банк России. При этом я хочу обратить внимание, что Банк России наделен несколькими полномочиями. Во-первых, есть ряд аспектов, по которым Банк России выдает разрешение. Эти разрешения касаются тех операций или сделок отчасти, которые обозначены в указах 79 и 81, но при этом полномочия Банка России касаются исключительно банков и финансовых организаций. Кроме того, право Банка России выдавать разрешение прямо обозначено в нескольких других указах. Полномочия Банка России здесь не столь велики, но они важны. Вы помните, что именно Банк России определяет предельную сумму переводов за рубеж, о том, что именно Банк России определяет предельный размер авансового платежа, об этом мы чуть позже скажем и так далее. Здесь, наверное, несложно сориентироваться, в отличие от другого полномочия Банка России, выдавать официальные разъяснения. Вот здесь существует несколько форматов, которые оказались в равной степени важны. Во-первых, нечто, что называется официальным разъяснением. Таких документов за весь период с начала спецоперации было издано 9 документов, которые соответственно идентифицируются как ОР-1, 2 и так далее. Право Центрального банка давать разъяснения прямо предусмотрено указами президента. Почему к этому надо относиться очень внимательно? Банк России даже специальным образом формализовал этот институт официальных разъяснений, которого, кстати говоря, раньше не было. Есть такое указание Банка России, оно издано в начале марта, если не ошибаюсь, 2 марта, где расписано очень подробно, какова процедура издания этих официальных разъяснений, как они согласовываются, как они подписываются. Там, помимо прочего, указано, что эти официальные разъяснения не образуют норм права, но при этом они обязательны для исполнения всеми субъектами, на которых они направлены. Почему я столь подробно говорю об этом? Собственно, потому что хочу обратить ваше внимание, что Центральный банк, скажем, использует или реализует свое полномочие на разъяснение указов президента, изданных в качестве антикризисных мер или противодействия санкциям, не только таким вот формальным и очевидным образом. У Центрального банка есть и форматы Q&A, за которыми, как вы знаете, уже очень хорошо, надо следить очень внимательно, поскольку, несмотря на то, что Центральный банк не устает напоминать, что он не формирует норм права, Q&A зачастую содержит информацию, которая существенным образом влияет на ситуацию и влияет на правовое поле. Ну вот самый, наверное, яркий пример в этой связи – это ситуация с правами держателей иностранных ценных бумаг, которая последовала как ответ на санкции в отношении НРД. Есть специальный раздел на сайте Банка России, где собраны ответы на вопросы по многим указам президента, не только по тем, где напрямую указано, что Банк России вправе давать объяснение, но вот если смотреть на все это, то складывается впечатление, что Банк России готов практически любой вопрос, связанный с транзакциями, с операциями, прокомментировать. Более того, Центральный банк, помимо Q&A, делает разъяснения в целом. Они тоже сконцентрированы на его сайте, но немножко в другом разделе. Они сконцентрированы на конкретных указах президента. В общем и целом, это важно и нельзя упускать это из виду. В отношении Минфина. У Минфина есть полномочия на выдачу разрешений в определенных ситуациях. Но, конечно, ключевым источником разрешений в отношении каких-то действий, каких-то операций, которые по общему правилу в соответствии с указами, с антикризисными указами президента совершать нельзя, принадлежит под комиссией, правительственной комиссией по иностранным инвестициям Российской Федерации. В быту зачастую мы просто называем это комиссией или правительственной комиссией. И дальше я так и буду ее называть. Есть раздел на сайте Минфина, где опубликованы некоторые решения этой комиссии. Те решения, которые связаны не с конкретной сделкой или операцией, а адресованы всем, неопределенному кругу лиц, как говорят юристы. То есть ими может пользоваться любой, каждый, кто хочет определенную операцию или сделку совершить. Проблема здесь в том, что, во-первых, протоколы комиссии публикуются с определенным, назовем это временным лагом. Это может быть неделя или больше. Во-вторых, как показывает опыт, некоторую информацию найти на сайте Минфина не получается. По крайней мере, в прессе несколько раз звучала информация о разрешениях прав комиссии, адресованных всем участникам рынка. Вот на сайте Минфина они опубликованы не были. Вот в таких сложных условиях приходится работать, вести бизнес. Хочу напомнить, проиллюстрировать то, что сказала несколькими примерами из практики последних месяцев, что было, что случалось. Это именно примеры. То есть рассказать про все, про весь правовой контекст. Нам с вами несколько таких семинаров придется проводить, поэтому очень верхнеуровнево. Во-первых, приятная новость, которая имела место в самом конце весенней сессии Государственной Думы и Совета Федерации, когда все-таки были внесены обещанные давно уже изменения в Кодекс об административных правонарушениях, о существенном снижении штрафов за нарушение валютного законодательства. Многие из нас до этого времени не без ужаса читали многочисленные сообщения в соцсетях, когда лиц, которые случайным зачастую даже образом допускали нарушения жестких формальных правил, наказывали, и эти наказания доходили до двукратной суммы, совершенной ими операции. То есть наказывали того, кто перевел деньги, и того, кто эти деньги получил на свой счет, хотя отказаться зачастую просто даже технически не было возможности. Вот такие вот страшные истории. Сейчас в соответствии с внесенными изменениями размер штрафа от 20 до 40% от операции, совершенной в нарушении. Кроме того, закон, который внес эти изменения в административный кодекс, установил и мораторий на административную ответственность, то есть нарушения, которые допущены в период действия этого закона, не приведут к наложению штрафов. Другой важный документ, надо переходить к указам президента, поскольку именно они формируют основной правовой контекст, связанный с антикризисными и антисанкционными мерами, 430-й указ, которым фактически было отменено обязательство продавать часть валютной выручки. Но этим же указом были и запрещены переводы на зарубежные счета дивидендов или распределение прибыли от ООО. И это, соответственно, создало определенные проблемы, но, тем не менее, эти проблемы не оказались драматичными, поскольку в соответствии с указом и последовавшими за ним разъяснениями Банка России от инициатора операции достаточно было получить заверение о том, что переводимые им средства не являются вот такими вот дивидендами или распределением прибыли ООО. 520-й указ, который запретил продажу акций или долей иностранным компаниям или лицам, связанным с недружественными государствами или находящимися под контролем лиц, связанных с недружественными государствами, и этот запрет касался одолеи или акций компаний, относящихся к обозначенному в указе отраслях. Не перечисляя их всех, упомяну только стратегические компании, банки по списку определенному и компании, относящиеся к топливно-энергетическому сектору. И вот здесь интересно, что указ прямо говорит о том, что сделки, запрещенные им, могут быть совершены по специальному решению президента. То есть это некий исключительный формат, это уже не разрешение правительственной комиссии или Центрального банка, это специальное решение президента, при том, что регламента, формы, порядка, обращения за таким решением его получения не существует. Все это, конечно, создает определенный контекст, определенный ландшафт понимания того, могут ли в целом совершаться такие сделки. 529-й указ, который приостановил исполнение обязательств потенционных банков перед их клиентами, юридическими лицами по валютным счетам и депозитам, и к которым были введены определенные правила, касающиеся операции с еврооблигациями, в том числе использования счетов типа D. 618-й указ, про который сегодня будет более подробный рассказ, и, как пример, несколько разъяснений и решений Банка России и комиссии. Долго думала, что выбрать в качестве примера с веб-сайта, со страницы на сайте Банка России, в частности, одно из разъяснений, достаточно раннее, связанное еще с 95-м указом о том, что в отношении аккредитивов должны применяться те же ограничения, которые применяются в целом к расчетам по 95-му указу. И, например, еще одно интересное правило о том, что резидент вправе обратиться за открытием счета типа C для нерезидента, с которым он хочет провести соответствующую транзакцию, в любой российский банк совершенно необязательно. Это должен быть тот же банк, который обслуживает этого резидента. Разрешение комиссии. Ну, вот, например, хорошее разрешение, которое было опубликовано 14 сентября, о том, что российским юридическим и физическим лицам разрешается продавать объекты недвижимости иностранным компаниям, которые связаны с недружественными государствами или контролируются ими. Разрешение Центрального банка. Еще июльская, которая, по сути, устранила 30-процентное ограничение на авансовые платежи в адресы иностранных компаний. Ну и последнее, о чем нельзя не сказать сегодня, это мораторий на банкротство, срок которого истекает 1 октября, и который, видимо, но давайте дождемся конца сегодняшнего дня, но, видимо, он не будет продлен, и заявления об этом неоднократно делались, в том числе и на Восточном экономическом форуме. В том, что касается тех проектов, законопроектов, которые беспокоили, волновали нас весной и в начале лета. Ну, во-первых, законопроект о форс-мажоре, точнее говоря, два законопроекта, которые были внесены весной и которые предлагали изменения в гражданском кодексе, которые бы позволили стороне обязательства, которое оказалось невыполнимым из-за санкций, либо избежать ответственности за невыполнение, то есть форс-мажор напрямую, либо считать обязательства прекратившимся. Это уже не совсем форс-мажор, но еще одна смелая попытка облегчить ситуацию для тех, кто оказался под санкциями. Вот по информации последней, этот законопроект, эти законопроекты так и не были рассмотрены. Информации о новых сроках их рассмотрения в Государственной Думе пока нет, и мы сталкивались, продолжаем периодически сталкиваться с многочисленной критикой в адрес каждого из них. ТПП, мне кажется, оказалась под ударом в значительной степени из-за этого. Многие из нас с вами на разных форумах слышали высказывания и жалобы, позвольте себе это так назвать, руководителей торгово-промышленных палат, о том, что они оказались в такой правовой неопределенности, что они не готовы выдавать свидетельства о форс-мажоре, ждут единообразной позиции судебных инстанций и так далее. Но, конечно, самый большой дискомфорт от этой ситуации у реальных участников делового оборота. Крайне беспокоящий многих законопроект о введении уголовной ответственности за действия, направленные на поддержку санкции против Российской Федерации, ее юридических и физических лиц. Изменение, проект изменений в уголовный кодекс. Этот законопроект также пока без движения. И есть впечатление, что движения и не будет. Очень много в этом. Большую роль в том, что этот законопроект встал на ход, сыграло, конечно, выступление президента на Петербургском международном экономическом форуме, в котором он обозначил необходимость декриминализации ряда статей. Законопроект о введении внешней администрации для компаний, которые контролируются иностранными лицами и оказываются, ну, позволю себе так сказать, брошенными. О законопроекте много говорили. Он успешно прошел первое чтение. Успешное в том смысле, что он его прошел, хотя было сделано довольно много замечаний. Комментарии на законопроект должны были поступить до 22 июня. И было впечатление, что Дума успеет его, попытается, по крайней мере, рассмотреть в весеннюю сессию. Этого не случилось. Почему? Потому что очень много критики звучит в адрес законопроекта. Причем критика полярная. То есть есть критики, в том числе и Минэкономразвития, кто говорит о том, что законопроект слишком мягкий, и та система введения внешней администрации и вообще действий по отношению к компаниям, собственники которых перестали осуществлять свои функции управления этими компаниями, слишком ввязки. Введение внешней администрации по решению суда, полуторалетний, 18-месячный срок и так далее. Но есть голоса, которые напротив говорят, что это слишком жестко и что эти подходы надо еще больше смягчить и так далее. Мне кажется, до достижения единогласия движения по этому законопроекту не будет, а возможно он и утратит актуальность, если уже не утратил, поскольку многие крупные, значимые, в том числе и социально значимые для России компании, бренды уже определенным образом реструктурировали свой бизнес и никаких значимых потерь с точки зрения социального фактора. на сегодняшний день мы не видим. Несколько интересных законопроектов. Во-первых, два законопроекта по иностранным инвестициям. Первый из них вносит изменения в закон об иностранных инвестициях в стратегически значимой компании. В частности, он расширяет сферу регулирования, предлагает расширить сферу регулирования этого закона, в частности, включая в него вопрос получения лицензии и получения прав на разработку биоресурсов. И законопроект, который предлагает внести изменения в закон о защите конкуренции и закон об инвестиционной деятельности, скажем так, ужесточая или вводя новый формат согласований иностранных инвестиций в российские компании. Мне кажется, знать об этих проектах нужно, но пока они находятся в стадии подготовки к первому чтению, поэтому надо посмотреть, в каком виде они будут выходить на первое чтение. Подготовительный процесс, даты первого чтения по ним не обозначены, но подготовка к нему уже в расписании Государственной Думы на октябрь. И законопроекты, которые касаются статуса иноагентов, иностранных агентов, они предлагают, по сути, адаптировать вопросы административной и уголовной ответственности к вопросам или к моментам нарушений 225-го закона. Соответственно, один законопроект предлагает внести изменения в КАП, второй в Уголовный кодекс. Они оба, так же, как и предыдущие законопроекты, готовятся к первому чтению. Эта подготовка уже стоит в повестке на октябрь Государственной Думы. И у меня, честно говоря, нет больших сомнений в том, что эти законопроекты будут приняты, поскольку закон об иноагентах существует, и, безусловно, нарушение этого закона нужно каким-то образом формализовать. Вопрос только в том, каким образом будут сформулированы санкции и, соответственно, в каком виде эти законопроекты дойдут до стадии законов. Напомню, что на сегодняшний день законопроект о административной ответственности предлагает введение штрафов, в частности, за непредоставление информации, которая должна быть предоставлена лицом, являющимся иноагентом, от 10 до 30 тысяч на должностных лиц и от 100 до 300 тысяч на юридических лиц. Уголовный кодекс предлагается дополнить соответствующими мерами только в случае, если непредоставление информации иноагентами повлекло существенное нарушение интересов или речь шла о неоднократном нарушении правил предоставления документов информации, которые привели к наложению административных взысканий. Ну и Минфин недавно внес два законопроекта. Первый из них предлагает наделить полномочиями по контролю за антисанкционными и антикризисными мерами Федеральную налоговую службу и Федеральную таможенную службу. Законопроект содержит процедуры, правила, сроки предоставления документов и информации по запросам этих органов. А второй законопроект предлагает ввести в административный кодекс статью, устанавливающую административную ответственность за нарушение вот этих самых антисанкционных правил. Причем размер штрафов не так велик, вы видите, максимум 30 тысяч рублей. И из-под ответственности при этом исключаются банки и страховые компании. Оба законопроекта еще не внесены официально в Государственную Думу, но уже доступны, находятся на обсуждении. Уважаемые слушатели, на этом все. Если есть вопросы, то по регламенту их можно задавать. Их будем задавать в чате и вернем с собой позже к дискуссии. Сейчас просто пока продолжаем с программой и обязательно вопросы затрагиваем чуть позже. Тогда переходим к следующему спикеру, к следующей теме. Это еще, как я говорил, такой значительный указ президента номер 618, который, в принципе, закрывал некое открытие, некий гэп, который существовал до этого вокруг ООО. И, Андрей, вам слово, чтобы нам его основное содержание представить и тоже то, что бизнес должен иметь в виду. Спасибо большое. Спасибо, Тадия, за возможность выступить. Я хотел уточнить, у меня сейчас презентация видна, только она не на полном экране, да? Она пока не на полном экране, да. Она была на полном экране и потом шла обратно. Сейчас на полном экране. Спасибо большое еще раз за возможность выступить. Я бы, наверное, такое хотел бы сразу краткое оступление сказать, да, поблагодарить, в первую очередь, конечно же, АИБ и Тадия за возможность выступать. Скажу честно, мы всегда, мы, мои коллеги, партнеры с удовольствием выступают. Мы рассматриваем, наверное, эту возможность как хороший способ доносить большое количество аудитории те проблемные вопросы, которые существуют с точки зрения всего контракционного регулирования. И, скажу честно, я с удовольствием сам, если не выступаю, также участвую просто как слушатель во всех мероприятиях, проводимых АИБ, и, на самом деле, очень высокое мнение и о качестве всех спикеров, и о той работе, которую АИБ и Тадия делают с точки зрения прояснения этих вопросов, в конечном итоге, для насчет. На этом, наверное, самая положительная часть моего выступления заканчивается. Перейдем к указу, что по 17-му, да, как было отмечено, действительно, указ закрыл некое окно возможностей, которое существовало ранее в части возможности совершения сделок для компаний из недружественных стран с долями российских обществ ограниченной ответственности. О закрытии возможности давно обсуждалось. Еще с мая, где-то с апреля, когда были введены ограничения в части совершения сделок с акциями, указ, когда появился 520-й, о закрытии сделок с стратегическими обществами, повысил, скажем, уровень ожиданий. В конечном итоге, 20 сентября указ был принят. Я бы хотел сразу процитировать название указа, чтобы почему-то важно, но это важно для дальнейшего целого толкования его положения. Указ называется «Об особом порядке осуществления, в скобках исполнения, отдельных видов сделок, операций между некоторыми лицами». И сразу хотел бы обратить внимание, мы говорим о сделках, операциях между некоторыми лицами. И в конечном итоге этот указ вступил в силу 20 сентября. Хотел бы сразу говориться, у нас было несколько сделок, которые были совершены, я имею в виду совершены, то есть оформлен нотариальный договор купли-продажи долей, скажем, 19-го числа, 18-го, когда регистрация перехода долей не была завершена, на 20 сентября. У нас было много сомнений, будет ли такая регистрация совершена, но в конечном итоге, к большой радости наших клиентов, регистрация перехода долей была совершена, и сделки были закрыты в конечном итоге. Поэтому, если вы успели подписать документы до 20 сентября, может быть, даже эти документы не были поданы на регистрацию, в конечном итоге они были закрыты. Регистрация была завершена. Если возвращаясь к самому указу, то в конечном итоге я бы сразу хотел бы обозначить несколько вводных моментов. Во-первых, как обычно, если мы говорим про эти указы, сама техника формулирования указа очень неопределенная, в принципе, позволяет подвести под ограничение установленных эти указы, все сделки, совершаемые в отношении долей российских обществ, прямо, косвенно и так далее. Это общая проблема, которой мы им место. Можно, в принципе, сказать, запрещено все, пока кто-то не разрешит что-то сделать вам. Будь то правкомиссия, которая официально является органом, который дает такое согласие, либо могут появляться дополнительные разъяснения со стороны правкомиссии или органов, которые будут в той или иной степени как организировать его применение. Но если мы вернемся к тексту самого указа, то давайте определимся, какие сделки подпадают под требования этого указа и, соответственно, совершение которых-либо операций по этим сделкам невозможно без получения согласия. На самом деле, в конечном итоге, любые сделки, стороной которых является прямо, либо косвенно, лицо из-за недружественной стороны в части долей подпадает под эти сделки. При этом неважно, кто является другой стороной сделки. Это может быть российский резидент, это может быть иное лицо, недружественное лицо, это может быть иное дружественное лицо. В любом случае, такая сделка подпадает под ограничение установленного заказа. Этим указом. Хотел бы сразу здесь обратить внимание, напомнить, по крайней мере, большинству из вас, что в конечном итоге не считаются недружественными лицами. Это в том числе иностранные компании. Если они контролируются в конечном итоге российскими резидентами, то есть, является контролируемой иностранной компанией, информация которых была раскрыта российским органом. Это не пункт 95-го указа, который выводил всевозможные оффшорные структуры, если это не является киками для целей российского регулирования. И, во-вторых, опять же, не являются недружественными лицами компании, которые формально, хоть и зарегистрированы в иностранных юрисдикциях, но если они контролируются в конечном итоге дружественным лицом, и этот контроль был установлен до 1 марта 2022 года. Вопрос, который, наверное, возникает с этим сразу, насколько указом запрещены односторонние действия. Потому что, допустим, простой пример, выход участника из общества с ограниченной ответственностью, односторонняя сделка. Реализация этого права отселяется посредством подачи уведомления нотариусу. Может ли, допустим, лицо недружественно совершить такую сделку и выйти сейчас из общества? Формально, как я повторил, указ говорит о сделках между лицами. Но, учитывая тот факт, что в целом большинство сделок на действия, связанных с долями российских обществ, они в стольной степени требуют участия российских нотариусов, на практике мы сталкиваемся с тем, что, если нотариус считает, что это действие либо операция, она недопустима, не может быть совершена без получения согласия прав комиссии, вы такую сделку операцию не совершите. Поэтому, на самом деле, позиция сейчас нотариусов, по нашему опыту, то, что мы видим, крайне консервативная. Они ждут неких разъяснений, хотя уже прошло на самом деле 10 дней, они ждут разъяснений и от прав комиссии, они ждут разъяснений и от нотариата, который бы прояснил ряд спорных моментов, связанных с применением этого указа, о которых мы в дальнейшем немножко поговорим. Но, как бы, для нашей текущей беседы я бы отталкивался от концепции такого толкования этого указа, что, в первую очередь, мы говорим о сделках, операциях между двумя лицами. Это в Газанском праве самая ошибка, сделка может быть односторонняя, но концепт, с точки зрения самого указа, мы говорим про сделки между двумя лицами. Давайте, наверное, дальше пойдем. Я хотел бы отметить еще какой момент, что у нас указ 618 все-таки содержит исключение в отношении тех сделок, которые не подпадают под его регулирование. И здесь сразу мы должны вспомнить про финансово-кредитные организации, то есть, совершение сделок с долями финансово-кредитные организации не подпадает под регулирование 618. Во-вторых, 520 указ, о котором уже упоминалось, который установил порядок совершения сделок стратегическими обществами, где требуется получение согласия у президента, опять же, эти сделки выводятся из регулирования, установленного 618 указом. Здесь, наверное, я бы прямо обратил внимание, если мы вспомним 520, помимо целого совершения сделок, допустим, с акциями и долями в стратегических компаниях, в котором есть список, который был установлен изначально, потом есть список, который так и не был установлен, список компаний ТЭКа, которые якобы оказывают услуги стратегическим обществам, плюс стратегическими и фактически подпадающими под указ 520 являются любые общества, в которых сами стратегические общества, предположим, не знаю, про СНИФ, ТЖД, владеют хоть одной акцией доли. Поэтому мы об этом помним, если вдруг вы совершаете сделку с российским ООО, в котором есть доля владения стратегической компании, то формально вы подпадаете под 618, не подпадаете под 618, а подпадаете под 520 указ. Поэтому об этом нужно помнить, и это другой подход регулирования, который существует. что важно здесь отметить сам себе также, что сам указ не различает, во-первых, о каких долях мажоритарная, миноритарная речь идет сделка за цель получения согласия. Такой же в принципе неопределенность, которая существует в отношении указа 520. При этом формально, если мы посмотрим указ, у нас требует одобрения три вида сделок, если их можно разделить, исходя прямо из существующего формирования указа. Во-первых, это любые сделки, влекущие за собой прямо либо косвенно установление изменения либо прекращения прав владения пользования и распоряжения долями в российских ООН. Здесь важно отметить, что речь идет в том числе о косвенном изменении прав владения пользования распоряжения. Во-вторых, само себе термин право владения долей или пользования долей абсолютно такой нонсенс с точки зрения просто понимания что-то такое. Мы можем говорить о корпоративных правах, вытекающих из самого факта владения долей, связанных с реализацией корпоративных прав. Что такое право владения пользования долей, всегда ситуация абсолютно неопределенно и это порождает неясности с точки зрения толкования этого указа и его применения. Во-вторых, также являются запрещенными сделки, если они прямо либо косвенно влекут возникновение прекращения прав, позволяющих определять условия определения общества. И в-третьих, мы говорим о сделках, которые влекут установление изменения либо прекращения прав, связанных с определением условий осуществления предпринимательской деятельности с таким обществом. На самом деле, здесь хотелось бы что отметить? Если вы граждан в российском праве термин условия определения осуществления предпринимательской деятельности, он известен противополийным законодательством, встречается в законе о конкуренции, есть отдельное разъяснение фаса в этой части, то есть есть более-менее ситуация понятна. Общий принцип из которого исходит с фас применительно к определению того, что такое условие определения, осуществления деятельности, предпринимательской деятельности, принцип контроля. Я напомню, традиционно это означает право распоряжаться правами голоса более 50%, право назначать единоличного исполнительного органа, право назначать большинство членов, допустим, сайта директоров, в ситуации, где решение, как правило, принимается большинство голосов. Среди права, если у лица существуют такие права, в принципе, с точки зрения российского антинопольного законодательства, рассматривается как право, как условия, лицо владеющим правами определять условия осуществления принимать задействие. В то же время с точки зрения условий определения управления общением термин не используется в антинопольном законодательстве. На самом деле, я бы, наше мнение, мы исходим с того, что все-таки законодатель фактически объединил в одно понятие вот эти две формулировки. На мой взгляд, когда мы говорим все-таки о правах, позволяющих определять условия управления обществами, это в принципе мы должны говорить все-таки о приобретении каких-то прав контроля, либо утраты прав контроля в отношении юридического лица. И здесь для целей контроля отталкиваться концепции, которых я уже обозначил, с точки зрения назначения лично исполнительного органа, большинства каких-то иных прав определять решение органов юридического лица. Сложность, которая возникает, на самом деле, мы уже на практике сталкиваемся, это вопрос косвенных сделок, потому что указ 617, так же как 520, говорит о запрете косвенных сделок, в том числе влекущих изменения прав на доли. Мы попытались немножко обобщить вот такую табличку, возьмем такой сценарий, если у нас есть, компания С – это российское общество, есть некий иностранный акционер Б, предположим, кипрское общество, которое владеет в нашем российском обществе, там либо мажоритарные доли, либо миноритарные доли. На данной схемке красная – это фактически некая мажоритарная доля, более 50%. И А – это фактически некая, когда у нас происходит сделка на уровне компании Б, происходит отчуждение той или иной долей в компании Б. Возникает вопрос, когда мы будем считать, что совершение сделки на уровне общества Б, то есть отчуждение или приобретение в нашем варианте компании А доли, будет требовать согласия прав комиссий. На самом деле мы исходим с концепцией, что, как мы видим, если у нас есть контроль и на том уровне, на уровне А, Б, и на контроль в отношении российского общества, это однозначно подпадает под требование 618 указа. В ситуации, когда у нас есть приобретение, скажем, лицом контроля над иностранным участником, который владеет долей в Российском ООО, мы также считаем, что здесь требуется согласие прав комиссии этой ситуации. Спорно является, скажем, третий-четвертый вариант. На практике, конечно, не очень понятно, как это все будет работать, но, я думаю, в той или иной степени мы будем видеть дополнительное разъяснение в этой части. Давайте, наверное, вернемся к более практическим моментам, которые мы уже увидим на практике, связанным с применением 617 указа, исходя из нашего опыта взаимодействия с нотариусами за эти 10 дней. Очевидно, сделки нотариальные купли-продажи долей нотариусы не совершают сейчас, если нет согласия прав комиссии. Если мы говорим о так называемых обязательственных сделках, то, что договор, предполагающий совершение сделки при выполнении определенных условий, опционное соглашение, предварительные договоры, которые сами по себе не являются распорядительными и напрямую не влекут, переход прав доли, предполагая, что только при выполнении определенных условий в сторону потом явится нотариусу, либо сторона акцептует, если мы говорим про опционное заключение договора. В таком случае нотариусы готовы по нашему опыту подписывать эти сделки. Естественно, в качестве некого условия, СИПИ, в договоре предполагается получение соответствующего согласия, без которого вы не сможете закрыть сделку. Вопрос залога долей. Это сложный вопрос. На практике мы уже сталкивались с тем, что договор залога оформляется, при условии, что в нем нет… Вы помните, что в рамках договора залога стороны загадателя, залогодержателя можно посмотреть, насколько право голоса на долю переходит изначально к залогодержателю. При этом на практике были случаи, что договор залога оформляется при условии, что право голоса не переходит к залогодержателю в момент подписания договора залога. Но мы понимаем, что само по себе обращение и взыскание, потому залог будет связан с необходимостью получения согласия. Вопросы, которые не ясны, это, так называемые, односторонние сделки. Очевидно, у нас иностранный акционер может совершить единолично, допустим, решение о увеличении уставного капитала, изменении уставного капитала, уменьшении уставного капитала. Насколько эти действия требуют сейчас согласия прав комиссии? Ну и, допустим, самый актуальный вопрос, который мы сейчас сталкиваемся от наших клиентов, насколько иностранные клиенты могут продолжать, допустим, и завершить или начать ликвидацию в нынешних условиях. Нужно ли для осуществления ликвидации получение какого-то согласия прав комиссии? Наш подход, то есть, для толкования закона, что для, допустим, ликвидации или реорганизации юридического лица, по ООО, со стороны недружественного лица, согласия прав комиссии не нужно. Это все-таки односторонние действия. Хотя нотариус на практике сейчас не совершает условно-требуемых действий, потому что в рамках ликвидации иногда участник может заявление, допустим, в начале процедуры ликвидации, которая подается в регистрирующий орган, осуществлять через нотариуса. Вот нотариус отказывается сейчас заверять такие заявления, но при этом мы помним, что некоторые реорганизационные действия, там подать заявление, допустим, реорганизация ликвидации, в принципе, можно не только через нотариуса, есть другие формы осуществления этих действий. С точки зрения выхода из общества, опять же, сейчас нотариусы не заверяют заявления иностранных участников, либо участников российских обществ, контролированные недружественными лицами, о выходе из общества, потому что выход из общества влечет обязанность общества выплатить, это действительно стоимость доли, мы об этом помним. Но у нас был, допустим, конкретный кейс, когда миноритарный акционер, являющий российским президентом в обществе, где, допустим, 25 на 75 пациентов, он подал заявление о выходе из общества, нотариус заверил это заявление, это, естественно, повлекло потом или повлечет изменение прав иностранных участников, потому что эти доли, если только общество их не продаст кому-то, они будут погашены, и, соответственно, это повлечет изменение доли иностранного участника общества. То есть эти заявления о выходе со стороны российских участников нотариусы заверяют, иностранцев отказываются заверять. По крайней мере, с теми нотариев, с которыми мы работаем. Есть много других вопросов, которые возникают на практике. Я думаю, это как раз те моменты, которых мы будем ожидать в прояснении. И, наверное, последний момент, который я бы хотел обратить, это вопрос последствий совершения сделок или операций, которые подпадают под 618 указ с точки зрения последствий. Указ прямо не говорит о последствиях. Мы понимаем, что сделка у нас, скорее всего, будет все-таки ничтожна по 168-й статье, как противоречивая требования законодательства и нарушающая публичные интересы. Сложность здесь возникает, в первую очередь, с косвенной нашими сделками. Если сделка в рамках российского периметра, вздаляем, и так далее, то мы сможем ее как последствия ничтожности применить и возвратить. Хуже, когда у нас косвенная передача права. И здесь, наверное, мы допускаем возможность применения по аналогии положения законодательства, то есть о защите, допустим, сделок с иностранными инвестициями. Седьмое законодательство, когда мы говорим о потере прав голоса в случае, если произошла, допустим, косвенная смена контроля, и возможность использования этого механизма, связанного с потерей прав голоса, в том числе указывать в указе 500-го. Хотя формально это у нас не отмечено в 617, но все-таки это очень большое последствие, чтобы говорить о возможности его применения на практике через какой-то аналогии и так далее. Поэтому я допускаю, что какие-то будут разочинения в этой части тоже с точки зрения применения и неприменения последствий на косвенных делах. На этом, наверное, я хотел бы закончить свое выступление. Естественно, я буду рад в дальнейшем ответить на вопросы, которые у нас будут возникать. Спасибо. Спасибо большое, Андрей. Очень интересно. Я думаю, что в дискуссии мы потом к этим вопросам тоже вернемся. Я уже вижу вопросы, которые пошли. Я предлагаю их пока письменно. Вы можете их ответить письменно, если хотите. Но, в принципе, мы устно к этим вопросам вернемся, чтобы все слышали ответы на эти вопросы. И также можем, наверное, тогда делиться некоторыми комментариями от нашей вчерашней встречи. Мы именно с Алексеем Моисеевым, заместителем министра финансов, встретили и обсуждали многие вопросы по функционированию этой подкомиссии. И Минфин на данный момент как раз готовит разъяснение о 618-м. Я думаю, что если мы определим какие-то вопросы, которые важны, значительны и еще не ясны для иностранных инвесторов, значит, есть открытия для того, чтобы их задавать нашим коллегам. А сейчас перед этим хотел бы передавать слово Анастасии Чередовой. и просить вас, значит, говорить об управлении санкционными рисками, какие инструменты есть в этой области, какие наилучшие практики. То есть вы ведь пишете инструменты, форма, содержание. Кратко и емко. Отлично. Спасибо. Вам слово, Анастасия. Спасибо большое. Всем здравствуйте еще раз. Спасибо большое за такую большую явку. Видно, что интерес к этой теме, конечно, не чихает. Вот Полина в самом первом выступлении говорила о том, что очень полезно научить сотрудников управлять информационными потоками, отслеживать информацию, понимать, где смотреть контрмеры российские. То же самое, на самом деле, касается иностранных санкций. Собственно, мы сейчас, я буду делиться тем опытом, который мы за последние полгода приобрели с точки зрения создания вот таких вот инструкций, да, по управлению санкционными рисками и встречными российскими мерами. И начну, пожалуй, с такого базового момента. Вообще, кому это нужно, зачем это нужно и в какой форме это можно сделать? Потому что про управление санкционными рисками говорят давно, еще, наверное, с февраля на мероприятиях различных. Но никто, по крайней мере, я не видела, чтобы освещали, да, в какой форме можно сделать, что именно должно входить в этот документ и зачем это делать. Ну, во-первых, обязанность по регламентации правовых рисков, она прямо предусмотрена для акционерных обществ. Для юридических лиц и других организацийных форм такой обязанности нет. Но, как бы, поскольку для акционерных обществ есть хоть какие-то методические рекомендации, да, о том, как выстроить систему управления рисками, в принципе, юридические риски в других организационных формах могут по аналогии эти рекомендации для себя применять. В целом, вот специфичных методических рекомендаций, которые регламентируют управление именно санкционными рисками, их нет. Поэтому это все практический опыт, это все метод аналогии, потому что есть уже давно в Российской Федерации компании внедряют методики управления налоговыми рисками, антимонопольными рисками, антикоррупционными и так далее. По сути, система управления функционными рисками, она содержит, скажем так, примерно похожие корни, да, и примерно похожую форму. На самом деле это актуально не только для компаний с иностранным участием, не только для российских компаний, которые работают с иностранными компаниями, но для любых компаний, которые вступают в сделки хоть с любым иностранным элементом. Это может быть бенифистрар по конкретной сделке, это может быть бенифистрар структуры корпоративного управления, это может быть разограниченная поставка. То есть функционный элемент сейчас может вылезти, даже в том числе во внутрироссийских сделках, потому что они, например, завязаны на исполнении со стороны иностранного контрагентства или контрагентства с иностранным участием. Поэтому управление функционными рисками, оно актуально для 80-90%, пожалуй, компаний, которые есть на рынке. Зачем это нужно? Ну, во-первых, для того, чтобы в первую очередь избежать серьезных и мощных последствий для компании, потому что, вступая в сделку и понимая, что есть вероятность большая срыва, это риск несполнения сделки и риск уплаты денежных средств для получения встречного предоставления. Это и риск процентов, неустойки, и можно самому попасть на достаточно существенные меры ответственности. Поэтому в первую очередь система управления функционными рисками направлена на то, чтобы обезопасить компанию от финансовых последствий. Далее, эта система призвана снизить риски, которые возникают у топ-менеджеров за управленческие решения. Мы знаем, что и наличные информационные органы, и коллегиальные органы нестут ответственность за управленческие решения, которые они принимают в ходе управления обществом. И ответственность в видеозамещения убытков, конечно же. Ну и в рамках самодонсорства еще возможно. Так вот, система управления функционными рисками, она позволит доказать добросовестность и разумность тех или иных управленческих решений. Ну, по крайней мере, должна правильная выстроенная система. Кроме того, эта система минимизирует и ответственность самих сотрудников. Потому что, ну, компании, мы знаем, могут взыскивать сотрудников убытки, которые причинены. Там, безусловно, есть особенность учреждения трудового законодательства, как это все в условиях прописано, вложительных инструкторах, туда не пойдем сейчас. Но сотрудникам для того, чтобы избежать стандартной ответственности, тоже важно иметь какие-то понятные правила, да, действия. Следующая причина, да, для разработки функционного этого регламента какого-то, это сопротивление временно принятия управленческих решений. Потому что, действительно, когда возникает конфликтная ситуация с наслами контрагентов, либо между российскими контрагентами, взял к иностранным элементам, то здесь часто нужно действовать быстро. Потому что меры, которые государство и российское иностранное государство применяют, они меняются постоянно. И действия, которые сегодня еще можно совершить и ликвидировать конфликты, которые являются законами, завтра оно может уже потребовать на специальное разрешение, согласование и так далее. Но это, соответственно, еще одна причина, это сокращение сопутствующих держит на лицензии консультантов. На самом деле, у нас вот буквально сейчас 11 текущих проектов, ситуация достаточно уникальна в том плане, что товары, которые поставлялись по договору поставки из-за рубежа, они не санкционные, все стороны сделок были не санкционные, то есть ни российская сторона, ни там иностранные, компания азиатские, да, никто по санкции не попадает, вообще нет никакого элемента опасного в этой сделке, кроме одного, что платеж походил через цепочку банков, и одним из банков экспонентов оказался санкционный банк. И платеж по этой сделке оказался заморожен, в итоге встал под угрозу поставки товаров, клиент принял самостоятельное решение о том, как обеспечить поставку иными способами. В итоге сейчас возникли у клиента дополнительные расходы на привлечение там иностранных консультантов, на струничество с нами в том числе, на получение лицензии иностранных регуляторов, чтобы просто вернуть свои собственные средства, которые были отправлены по сделкам. Поэтому система санкционного компания, в том числе инструмент, как снизить свои собственные будущие расходы на вот такие вот сопутствующие, да, на такую суету, которая может возникать, если непродуманная была, например, операция. Здесь вот была проблема, конечно, в непродуманности транзакции платежной. И далее я хочу поделиться тем, как компании подходят к организации системы управления санкционными рисками у себя. Может быть, три варианта, может быть, больше каких-то еще креативных миксов между этими вариантами, но вот мы для себя введем следующее. Большие, крупные холдинги, энергетические холдинги, например, да, у них, как правило, есть уже какая-то система управления рисками, то есть система комплайенсовая. Как правило, это налоговая, антикоррупционная, антимонопольная, и вот они туда встраивают санкционный комплайенс. Это занимает какое-то время, то есть у каждого варианта есть плюс-минусы. Первый вариант занимает больше времени, потому что нужно, по сути, внести изменения во многие локальные нормативные акты и, скажем так, делать вот карту взаимодействия подразделений, распределить правильную полномочию, компетенцию. Это достаточно такая емкая работа и долгая. Второй вариант – это создание некой инструкции, методички по точным вопросам санкционным аспектам. Это более популярный вариант в текущих реалиях, потому что он более оперативный. Это можно сделать относительно быстро, как такая методичка краткая для сотрудников и для подразделений. И третий вариант – это аутсорсинг, когда вопрос о том, что связано с санкционным, диригируют с дальнейшими специалистами. Такой вариант у нас тоже мы часто встречаем. Он, скажем так, менее комплексный. Это совсем такое управление ручное получается, когда только точные вопросы санкционные, которые возникают, диригируются на сторону. Но здесь можно не увидеть еще какие-то вопросы, которые можно было бы, скажем так, отследить, быть какая-то более комплексная система. И выбор между этими вариантами управления рисками, он зависит от ряда факторов. Например, от численности работников разной компании, как я уже сказала, что большие холдинги, они предпочитают идти там по комплексной системе, да, компании, которые там крупные, но, тем не менее, не речь идет о группе компаний с 50 штук, идут больше по инструкциям, по точным вопросам. Далее про уровень внутренней бюрократизации хочу сказать, да, что действительно это тоже определяющий главный фактор. Кому-то проще перелопатить огромный массив, да, локальных информативных факторов кому-то проще принять один, просто с точки зрения согласования внутренних процессов, потому что в системе управления санкционными рисками оказываются встроенными все подразделения практически, но не все, но многие, да, подразделения. Далее. Оказывает влияние фактор, вообще компания сама понимает, к ней применяются санкционные режимы или нет, потому что если нет, то тогда, как бы, степень проработки в рамках управления санкционными рисками достаточно, должна быть выше, потому что первым этапом будет санкционный аудит, нужно будет понять юрисдикции, из которых могут выявиться головы риски, нужно понять вообще статус дел, да. Если компания в этот момент уже понимает, для себя прорабатывала, ну, первое, да, что делали, наверное, фирмы, которые, ну, начиная с февраля, это просто разбирались в содержании санкций. Эти компании уже понимают свои, там, куда можно идти, куда нельзя, какие действия законные, какие незаконные, то это упрощает выборы формы, да, и сокращает время на внедрение инструкции по управлению санкционными рисками. Ну, и, да, все зависит еще от бюджета, потому что, конечно, каждый из вариантов, он, безусловно, требует дополнительных расходов на либо самостоятельное, в том числе и временные затраты на самостоятельную разработку, либо на переработку всего норматива, либо подготовку отдельной инструкции. То есть это в любом случае, конечно, такая дополнительная нагрузка на бизнес, кто-то справляется самостоятельно путем там найма специалистов штата, да, кто-то все-таки стремится делегировать. В любом случае основополагающими принципами я вот выделила для себя основные правила, которые мы следуем при разработке таких вещей, из которых тресообразно исходить. Во-первых, это ориентироваться на пользователь инструкции. Все мы понимаем, что не юристы являются читателями из этого документа, который обобщает, что можно, что нельзя делать, в каком порядке. Потому что в процессе, в связи с контрагентами, в процессе исполнения договора вовлечены многие подразделения, в том числе и финансовые подразделения, там службы безопасности в какой-то части, например, проверки контрагента и там подразделения ответственные непосредственно за исполнение договора, какие-нибудь технические подразделения, специалисты. Поэтому все это должно быть написано максимально простым языком, чтобы прочитал это не юрист. Следующий момент – это наличие кататорисков в чек-листах. Как правило, это идет чем-то вроде приложения к основной инструкции, где написано, исходя из такой-то структуры компании, например, иностранные участники, исходя из такой-то структуры компании, исходя из, скажем так, юридикции контрагентов, прям перечень рисков, которые возникают в деятельности компании, их материальность, сколько они будут стоить, если они материализуются, описание этого риска, то есть объясняется, почему он вообще существует и какие действия нужно предпринять, чтобы этот риск минимизировать либо сразу при выявлении, либо там уже предупреждающие меры, которые направлены на его невозникновение. Это тоже важно, это очень полезный такой документ, краткая табличка, какая-то шпаргалка, можно сказать. Следующим принципом является, по сути, поддержание инструкции и всего норматива документов в актуальном состоянии, потому что станции динамичны, они постоянно меняются, и, соответственно, какие-то моменты нужно будет периодически актуализировать. И как раз-таки это можно поручить ответственному лицу, который будет отвечать за управление системой санкционными рисками. Такое лицо – это либо подразделение, либо это индивидуальное лицо должностное, которое, по сути, будет выступать единым окном для того, чтобы поддерживать эту систему в рабочем состоянии. Но, как я уже сказала, да, это все равно не работа в одиночку, это все равно координация работы подразделения, это координированная работа, когда человек, у которого возникает санкционный риск, выбирает красный сложок, сообщает об этом юридической службе, юридическая служба кооперируется с тем, кто соответствует управление санкционными рисками, хотя и юридическая служба может быть, да, отвечает за управление санкционными рисками. И все подразделения должны работать друг за друга в данной ситуации. Система управления санкционными рисками должна охватывать, ну, это написано, охватывать на 36 градусов, здесь имеется в виду охватывать, во-первых, юрисдикции, из которых эти санкционные риски могут прилететь, а во-вторых, ну, российское законодательство, потому что оно тоже динамично, тоже меняется. И оценка санкционных рисков и последствий, если они реализуются, да, например, смотрим бенефиты по сделке, и смотрим риски, сколько они могут обойти компанией непосредственно за жестным лицом. Вот оценка и взвешивание этих моментов должна стать основой для принятия управленческих решений. То есть система управления рисками должна облегчать и подкреплять управленческие решения, либо о сотрудничестве, либо о прекращении сотрудничества, либо о продолжении. Если мы говорим о том, какие механизмы снижения санкционных рисков непосредственно нужно регламентировать, то мы выделяем их обычно в четыре большие группы. Первая – это процесс проверки контрагентов. Отдельно на каждом будем осмабливаться, поэтому здесь очень коротко скажу. Это первый – это процесс проверки контрагентов. Второй – это, собственно, мониторинг санкций и контрмер, в том числе определение юрисдикции и обязательно обучение ответственных сотрудников, которые будут это делать. Это тоже важная часть процесса. Третий блок вопросов – это взаимодействие с контрагентами, потому что действительно, ну, это сюда, конечно, важно делать, правильно контактироваться со своими контрагентами и соблюдать законодательство. Но в условиях санкционных непоняток и отсутствия единобразия практики это все приобретает сюда больше влияния, больше значения. И следующий блок вопросов – это про оптимизацию договорных условий. Речь идет как о том, чтобы, скажем так, изменить типовые формы договоров, которые уже есть в компании, и вкрутить туда защитные некоторые условия, которые направлены именно на минимизацию санкционных рисков, так и все-таки попробовать выйти контрагентом с инициативой пересмотреть текущие договорные отношения в свете новых реалий. И, как минимум, это будет достаточно добросовестным и понятным, объяснимым с точки зрения компании, топ-менеджмента, поведением, которое, опять же, будет учитываться, если когда-то возникнут споры. Так, перехожу дальше. Итак, что касается первого механизма проверки контрагентов, их можно условно разделить на три группы. Первая – это контрагенты иностранной компании из так называемых недружественных стран. Здесь нужно понимать, что риск невозможности исполнения договора достаточно высокий. Безусловно, он зависит от того, попадает ли, кто является контрагентом на российской стороне, нет ли там компании с участием функционного лица, да, либо непосредственно функционного контрагента. И, безусловно, это зависит от предмета договора, что является предметом. Но в любом случае, учитывая вот этот вот оверкомплайенс, который сейчас возникает, учитывая повышенное влияние к российской юридикции, безусловно, проверяется сникновение проблем при взаимоотношении с контрагентом из недружественных стран, оно достаточно высокое. Контрагенты из нейтральной серии дикции – это вторая категория контрагентов. Здесь сотрудничество с ними чревато меньшим количеством проблем, но, тем не менее, вероятность исполнения проблем как обычно есть. И здесь необходимо вкрутить в договор условия, которые позволят риски минимизировать. Это с точки зрения оплаты. Мы о них отдельно поговорим, это как раз к следующему блоку. И контрагенты резидентов к федерации – это, наверное, самая большая категория контрагентов. Третье. Здесь важно уделить внимание проверке бенефициров, потому что уже сейчас понимаем, что некоторые иностранные компании в предписанном стране не нужно принять каких-либо управленческих решений в отношении деятельности, которые ведут в российской федерации дочерние общества их. Соответственно, в теории такие компании могут и создавать препятствия в исполнении тех или иных сделок, которые российские компании, резиденты Российской Федерации будут осуществлять на территории Российской Федерации. Но опять же нужно понимать, что Россия не признает международные санкции ни в каком виде. Это означает, что санкции не могут стать единственным основанием для прекращения отказа в заключении договора либо расторжения с российской компанией. То есть, например, принимается решение... Это всего вопроса той уголовной ответственности, о которой давно идет речь. Да, законопроект еще на паузе, но мы с коллегами, когда анализировали риски, связанные с подказом о сотрудничестве с российскими компаниями ввиду потенциальных функционных рисков, мы всегда... Ну, как бы мы видим, что и по текущему законодательству в теории можно и вытолковать таким образом, и расширительно, конечно же, что и в текущих условиях с точки зрения правоохранительных органов вопросов быть могут, скажем так. Поэтому, безусловно, санкции не должны становиться единственным мотивом для принятия решения о сотрудничестве с контрагентами-резидентами. Ну, и в числе действий, которые тоже рекомендуются регламентировать по этому процессу, это проверять контрагентов по какому-то пленщу к листу, для этого привлекаются службы безопасности, как правило, используют системы экспресс-проверки контрагентов, они всем известны, я думаю, они там разного функционала, но у кого-то есть плюсы, у какой-то системы есть минусы, здесь уже нужно фактическим опытом и удобством определять выбор. И что еще хотела бы сказать, да, про поиск имущества актив-контрагента. Вот этот важный момент, принимая решения по сделкам, по которым высокая вероятность возникновения проблем, предмет в периметр анализа, желательно включать, конечно же, имущество и активы, которые в России, это самое, наверное, простое, но желательно еще и в нейтральных юрисдикциях. В юрисдикциях, которые недружественны, да, там вероятность получения этих активов в случае возникновения проблем, она, ну, ниже среднего, да, там в некоторых случаях, там, можно сказать, что низкая, да. Но, безусловно, сейчас сотрудничество по высокорисковым сделкам должно сопровождаться проверкой имущественного состояния, финансового состояния контрагентов. Следующий раздел посвящен вопросам, собственно, мониторинга санкций. Опять же, если мы предъявляем, что есть единое лицо, ответственное за реализацию системы антимонополиума, потому что санкционного комплаенса, которое периодически отслеживает мониторинг, мониторит санкции, то это лицо должно разбираться в системе источников, ключевых юрисдиктов. Они на слайде приведены, конечно же, это не все, там еще много, это фрикансиация с плещем, на каждом сайте практически есть. Там, как показывала Полина, система источников российских контрмер, в каждой стране есть такая же система источников в Евросоюзе, США, Великобритании, и очень сложно в ней разобраться человек, который, наверное, специально не обучен. Поэтому в любом случае человек, которому будет мониторить санкции, он должен пройти какую-то проверку и регулярно повышать уровень своей квалификации. И сложность, да, в том, что вся работа будет вестись на английском языке, в отсутствие стандартных переводов, и систематизация, даже та, которая у нас доступна, там, система, консультант, плюс, гарант и так далее, она у них, ну, менее развита по-разному. Конечно, в каждой стране по-разному, но когда я спрашиваю у подруги в Англии, почему у вас так неудобно расположены нормативные акты на сайте OFCI, это британский регулятор, она сказала, ну, для того, чтобы компания принимала, что они платят своим консультантам. Я говорю, ну, понятно. То есть у нас компании хотя бы могут там в консультанцию обратиться, да, и посмотреть. За рубежом это сложнее сделать. Проверки рекомендуется делать, ну, планово, там, раз в неделю, например, это, пожалуй, самая такая оптимальная регулярность, либо внепланово, если есть какой-то ажиотаж по какой-то, например, сфере. Сейчас, например, обсуждают новые станции отношения нефти, да, вот, соответственно, компании, которые в этот сектор вовлечены, регулярно, в внеплановом порядке рекомендуется ежедневно, да, несколько раз в день, возможно, кому-то проверять разработку новых мер, новых заявлений от должностных лиц, потому что по ним тоже можно так уловить сектор, да, в какую сторону мысли направлены. Вот, кстати, по Евросоюзу, вчера буквально мы проводили мероприятие тоже с коллегами из красной площадки АЕБ, по Евросоюзу Питер сказал нам, что Венгрия сейчас декотирует новый пакет санкций, но планируется вообще сделать то же самое, что примерно сделала Америка с точки зрения участия иностранцев в составных капиталах, в акционерных капиталах российских лиц, то есть, что будет неправомерным, в принципе, находиться в составном капитале ООО, АО, да, и занимать должности управления иностранным гражданам, гражданам Евросоюза. Не знаю, сколько это дойдет в таком виде до итога, потому что Венгрия очень активно против подобного, но это будет действительно очень серьезная санкция по точке зрения последствий, потому что речь будет идти не о каком-то секторе, например, энергетике, который под секторальными санкциями, или банковским сектором. Речь будет идти принципиально о запрете иностранцам, участвовать в экономикапиталах. И учитывая вот эти вот то, о чем сегодня уже говорили про согласие, необходимость получать согласие на выход из России, даже по ООО, вот иностранные компании могут столкнуться с очень неприятной проблемой на самом деле, поэтому желательно, конечно, сейчас инициативу мониторить. Следующий блок вопросов, который должен входить в систему управления санкционными рисками. Коллеги, я с точки зрения тайминга, кстати, не очень слежу, поэтому, если что, вы меня... Да-да-да, я как раз хотел сказать, давайте совершаем в ближайшее время, чтобы остало времени для вопросов. Все, давайте три минуты тогда. С точки зрения взаимодействия с контрагентами, что я хочу обратить к практическому опыту, на что внимание. Помимо того, что желательно, безусловно, общаться в письменной форме и фиксировать какие-то договоренности, важно быть последовательным в взаимоотношениях. Если, например, компания ссылается на какие-то обстоятельства, то потом от этих обстоятельств уже будет невозможно отказаться. В принципе, стопить. Если компания занимает какую-то позицию, говорит, например, что расторгает договор по этому основанию, то потом не нужно метаться к другому основанию и утверждать обратное. Это может с точки зрения взаимодействия споров, особенно если такой спор будет рассматриваться иностранными судами за пределами Российской Федерации, может быть очень нехорошо истолковано. Основная поступка – это письменная фиксация и, безусловно, соблюдение порядка обмена юридически значимым действием по условиям договора, чтобы это было не устные переговоры, без протоколов, и когда у всех там сложилось какое-то понимание, а потом оно не соответствует тому, что происходит дальше. Лучше для того, чтобы договоренности с партнерами были юридически как-то оформлены, все это, конечно, фиксировать. И этот процесс должен быть расписан непосредственно в актах компании. Если возникает конфликт, привлекает юрист сразу же. Вот это прям кто куда идет при возникновении конфликта, все это желательно зарегламентировать. И последнее. Две минуты остановлюсь на тех инструментах, которые рекомендуем либо… На тех инструментах, которые рекомендуем либо предусматривать в новых заключаемых договорах, либо попытаться реструктуризировать текущие условия договоров, это заверение обстоятельств, по сути, это ответственность за недостоверную информацию, как правило, это наличие функционных ограничений, возможность исполнить договор. Это второй момент, это обеспечительные механизмы вроде гарантийных удержаний, баланских гарантий, поручительства и так далее. То есть это те механизмы, которые могут позволить избежать лобового столкновения в суде, получить выпуток от банка, ну, правда, не от европейского, наверное, но там от российского, получить свое за счет гарантийного удержания, получить свое от поручителя, например, несанкционного, с которым меньше проблем при исполнении сделки. В санкционной оговорке это третий момент, как возможности для одностороннего отказа от договора, расторжения договора. Здесь, конечно, важно будет, кто будет использовать санкционную оговорку, там отдельный вебинар можно по этому проводить, но типовые формы санкционных оговорок разработать рекомендуется. Четвертый момент, это форс-мажор, соответственно, это дадим и силы. Актуален вопрос соотношения форс-мажора и санкционных оговорок, потому что форс-мажор освобождает соответственность, и санкционная оговорка дает возможность, право на выход из контракта. Часто в договорах тут цена путана обычно, поэтому на это нужно тоже быть внимание, типовое условие о форс-мажоре, да, оно должно быть в компаниях разработано. Порядок расчетов. Я уже приводила пример с совершенно непроблемной сделкой, которая оказалась проблемной, потому что порядок расчетов просто был недоработан, да, и там среди тупочки банков оказались банки функционные. Поэтому обратите на это тоже внимание, выход, по которому пошел клиент, как раз таки провел необходимые платежи через, просто иным способом, через другие цепочки. Применимое право. Применимое право, ну, в идеале, конечно, компания, в которой в России присутствует, выбирается право Российской Федерации, либо как минимум право нейтральных юридикций. Английское право мы делали исследование, сейчас по-прежнему выбираются в 30% контрактах, внешнеторговых сделок, но интерес к ним падает. Сейчас выходит на первое место, ну, скажем так, набирает популярность право Гонконга. Оно исторически основано на английском праве, ну, их одни принципы, скажем так. Поэтому сейчас компания уходит в ту сторону. И по реальному разрешению споров, коротко скажу, что, безусловно, там, если есть возможность угластвовать на территории Российской Федерации, это хорошо, а если такой возможности нет, то арбитраж в нейтральных юридикций. Гонконг, Стамбул, Арабские Эмираты. Но, опять же, по всему этому можно ставить отдельный вебинар, что мы все и делали с коллегами. На этом я тогда заканчиваю, чтобы оставить время на вопросы. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо большое, Анастасия. Тогда немедленно переходим к вопросам. Как я уже говорил, сегодня очень разнообразный. Давайте, уважаемые участники, задавайте еще те вопросы, которые у вас остались. На данный момент есть 5. И хочу тогда начинать. Вот Андрей, неудивительно, вот 618 вызывает много вопросов. Попадайте под действие указа увеличения уставного капитала ООО, в котором единственный участник, иностранное лицо из недружественного государства. Мне кажется, вы даже как один возможных казус, это был упомянут на слайде, но именно вот подробно, пожалуйста. Да, Андрей. Здесь просто для увеличения уставного капитала вам все равно нужно оформлять решение, насколько я помню, участников нотариально. Нотари сейчас отказываются заверять такие решения, соответственно, ожидая разъяснений от Федеральной Нотариальной Палаты. Хотя, наше мнение и толкование, было бы странно запрещать иностранным недружественным лицам, тем более вкладывать деньги в российские общества. Я не вижу никакой логики это делать. Вряд ли, мне кажется, указ преследовал эту цель. Поэтому фактически, но до получения никаких разъяснений со стороны либо ФНП, либо, может быть, отправка о миссии, мне кажется, нотариусы не будут делать просто в виде для себя риски. Есть некий практический акспект, связанный с реализацией. Поэтому фактически мы ждем разъяснений от органов в этой части. И действительно, мы ждем. Вчера на встрече в Минфине нам дали и очень конкретные, и более общие разъяснения по данному указу и по работе комиссии. И первое, что они сказали, это что комиссия создана не как разрешительный орган, а как, скорее всего, орган предоставления исключений. То есть правило, прежде всего, создан для того, чтобы предварить несколько видов транзакций, платежей и так далее. Но это не только этот указ 618, сейчас речь идет, а о всех остальных, естественно, тоже. И комиссия создана для того, чтобы в некоторых случаях была возможность предоставить исключения. Поэтому и нет порядка временного характера, что они должны дать ответы в течение двух недель, трех недель и так далее. А именно там более так именно hand-picked approach. Второе, вот просто common sense можно тоже, вот как Андрей сейчас сказал, отметить, что в принципе цель – это двойная. Первое – это избежать какие-либо сложности для российской экономики. То есть это защита внутреннего рынка. А второе – это избежать отток капитала, особенно учитывая, что значительный объем международных резервов России и других активов за рубежом находится в состоянии заморозки. Учитывая это, можно в принципе понимать, в каких ситуациях есть шансы получить или не получить разрешение. То есть, например, даже если инвестор из недружественной страны собирается продать полностью свою долю, в принципе, если он найдет другого инвестора либо из также недружественной страны, либо из дружественной страны, который вкладывает ту же сумму деньги в российскую федерацию, в российскую экономику, а нам было сказано, что тогда даже вот эти скидки и другие, скажем, лимиты на параметры сделки не применяются. То есть суд реально то, например, в этом случае это очевидно, что избежать оттока капитала, а если нет оттока, а просто, скажем, из одного кармана выходят деньги, а в другой карман или из другого источника приходят деньги, тогда они говорят, мы в этом не видим проблемы. То же самое по другим параметрам, которые эти сделки могут иметь. Я думаю, что Андрей, это можно, конечно, в целом применять эти принципы, но они в данном случае тоже, если логика это избежать оттока капитала, и если бы удивительным образом иностранный инвестор из недружественной страны пришел бы к выводу, что сейчас пришло время для него увеличивать свой капитал, учитывая все возможные лимиты, которые он может встречать в будущем при продаже или реорганизации, но я думаю, что вряд ли они будут не разрешать такое увеличение доли, кроме, если это идет речь о каком-то стратегическом секторе. А это тоже нужно всегда учитывать, что сейчас в целом вопрос суверенитета, вопрос защиты стратегических секторов, конечно, это такой, скажем, неэкономический фактор, который тоже нужно учитывать. Следующий вопрос тоже к вам, Андрей, это если сделка по продаже 100% доли в ООО, продавец, это гражданин нетружественного государства, покупатель, это российская ООО, проведена в апреле 2022 года и в ЕГРИУЛЬ запись внесена, но оплата по договору купли-продажи доли будет совершена в декабре 2022 года, залога доли не возникло, возможно ли будет провести эту оплату без разрешения прав комиссии, или у банка будет право применить нормы указа 618 и отказать в платеже. Ну, здесь мы трактуем указ, указ говорит про сделки, связанные с осуществлением либо исполнением, то есть исполнение сделок, исполнение сделок, влекущее за собой прямо либо косвенное изменение правовладения пользования долями. Исходя из этого, мы трактуем, если исполнение сделки не связано с переходом в чистом виде права доли, а связано с оплатой, мне кажется, мы не должны трактовать 618 указ как ограничивающий на право платежа, потому что у нас есть другие нормы, регулирующие вопросы финансовых, валютных отношений, связанные с оплатой. Поэтому я считаю, что нам формально 618 не запрещает платить. Понятно, что есть всегда проблемы на практике с банками, они могут занимать иногда достаточно странные позиции, поэтому вопрос до них доносить, разъяснять. Скажут нас на практике, у нас сейчас оплата идет по долям, который там переход состоялся в прошлом, сейчас, и банки делают платежи. Если можно, два слова. Просто как человек, глубоко погруженный в банковскую финансовую сферу, я разделяю те сомнения, которые прозвучали в ответе Андрея о возможной позиции банка. И она не столько возможна, сколько даже весьма вероятно. Банки вынуждены занимать консервативную позицию. Исходя из вопроса, время до расчетов еще есть. Вот в такой ситуации рекомендовала бы компания, которая является потенциальным получателем платежа, уже сейчас переговорить с банком, показать, рассказать ситуацию, выяснить, какой будет позиция банка. У банка и, собственно, у самой компании есть время сейчас даже обратиться в Банк России с официальным запросом и получить ответ, если на уровне взаимодействия банка и клиента будут проблемы и сомнения. Вот о таких вещах имеет смысл сейчас уже озаботиться. Спасибо за дополнительный комментарий, Полина. Очень ценно действительно какой-то additional, как сказать, due diligence и подготовительный шаг в наше время, когда действительно можно толковать по-разному, тем более, что официальные разъяснения Минфина, как мы уже говорили, пока отсутствует. Это излишне действительно не будет. Следующий вопрос – это вопрос Регины Дугаевой, и она спрашивает, требуется ли в соответствии с указом президента 618.95 получат разрешение правительственной комиссии на создание ООО или акционерного общества иностранными лицами из недружественных стран или под контрольными им или под контрольным им лицам? Мне кажется, этот вопрос, в принципе, схож с самым первым вопросом. Нотарицы сейчас это не делают, эта информация, которая у меня есть. Опять же, ожидая никаких разъяснений, хотя вся логика предполагает, что, наверное, это не должно было бы быть запрещено. Поэтому, мне кажется, пока ситуация не будет причинена на уровне, а не практического применения. Создать сейчас общество не получится. Абсолютно согласен, что тут, в принципе, по логике не должно быть проблемы в получении такого разрешения, но могут быть, как и в том случае, технические проблемы. Следующий вопрос Юлия Филиппова. Какое нужно ли для продажи производственного комплекса, оформленного как филиал ООО и который принадлежит участникам из недружественного государства, разрешение правительственной комиссии? Если да, есть ли риск, что будет определена цена и условия сделки в таком разрешении? Наши мнения, что указ регулирует отношения с долями, то, что по ним принято называть S-отдел, передача активов, является предметом регулирования. Там могут подлежать применению другие требования. ФАС согласен, если совершается S-отделка. Поэтому наше толкование, что сделки S-отдел в такой ситуации недопустимой, то есть они не подпадают. Понятно, что здесь комплекс других вопросов возникает, если вы совершаете продажи имущества и для продавца, и риски для покупателя. То есть это уже отдельная история, но формальная 617, на мой взгляд, неприменима. Было бы странно его еще так широко интерпретировать. Это мое мнение. Если позволите... Ой, извините, Татьяна. Нет, нет, давайте, Полина. Спасибо. Что здесь приходит в голову, когда читаешь этот вопрос? Речь идет о продаже производственного комплекса. Может быть, на эту сделку стоит посмотреть, как на сделку купли-продажи недвижимости, поскольку имущественный комплекс, собственно, это один из основных постулатов гражданского права. Юристы еще в школе, в юридическом университетах учат. Имущественный комплекс – это объект недвижимости. Причем этот институт объекта недвижимости распространяется в силу ГК на имущественный комплекс, как на предприятие. По практике мы видим, что филиал, имущественный комплекс филиала также, как правило, считается объектом недвижимости. Если в данной ситуации такая трактовка возможна, то ваш документ – это протокол правительственной комиссии от 7 сентября, который был опубликован письмом Минфина от 13 сентября. Я потом, вот будет время, я даже в ответ реквизиты напишу, чтобы вы могли сами посмотреть, где правительственная комиссия дает разрешение на продажу объектов недвижимости нерезидентам из недружественных стран. Причем очень важно именно объектов недвижимого имущества. Там речь идет не просто о зданиях, о сооружениях, а о любой недвижимости в целом. Если ваш имущественный комплекс соответствует критерию недвижимого имущества, то, соответственно, в этой части хотя бы разрешений получать не нужно. Но все остальное, о чем сказал Андрей, посмотреть на ситуацию внимательно, посмотреть антимонопольные аспекты и так далее, безусловно, все это остается в силе. Спасибо, Полина, тоже за дополнительный комментарий, очень ценный и Андрей за ответ. Я бы со своей стороны добавил следующее. Также на встрече с Минфином прозвучали следующие комментарии. И они были тоже общие, и они применялись к разным видам сделки, которые мы обсуждали, и платежам. То есть в том числе, например, выплату по займам или по дивидендам. Они сказали, если компания стабильно каждый квартал выплачивает какие-то дивиденды или платит on interest and body, там по какому-то займу и хочет продолжать это делать, при этом продолжает действовать и работать в России, комиссия не будет отказаться в выдаче разрешения. И такие разрешения уже были выданы многократно. Если наоборот компания уже 15 лет никаких дивидендов не выплачивала, никаких за, ни по займам, в принципе, никаких значительных, а вдруг хочется выплачивать 50% займа или очень великие дивиденды, которые там 100% прибыль прошлого года и так далее, то тогда сразу возникает у правительственной комиссии следующий момент, а компания готовится к уходу. И значит тогда будут блокировать такие разрешения. И я думаю, что в этой связи, наверное, тоже можно рассматривать этот вопрос, что если у комиссии может возникнуть такое впечатление, что компания тут обходит общее ограничение. И там, скажем, тактика с солями, то есть мы сначала вот машины продаем, потом мы продаем вот наше производство, потом нашу недвижимость, потом еще что-то. И в итоге у нас будет empty shell, и за нее, ради бога, будем за номинальный капитал и его уже продавать. Это, я думаю, что будет вызывать подозрения у комиссии, и тогда могут быть проблемы. Потому что, как Андрей сказал, есть риск, что какие-то сделки могут быть considered nil and void. Я не знаю, как вы на это смотрите, Андрей. Такой риск вы предвидите или нет? Ну, в нашей ситуации, мне кажется, все можно предвидеть. Да, к сожалению. Но все-таки, если мы говорим про продажу, как S-отдел, чистое медиа, то есть продажа отдельная, ну, на практике я очень редко видел, чтобы у нас кто-то регистрировал имущественные комплексы, как предприятие. В моей практике было всего лишь 2-3 таких имущественных комплексов, как предприятие. Как правило, все-таки это просто, если в нашем варианте филиал, есть недвижимость, есть какие-то имущества, оборудование и так далее, есть персонал какие-то, может быть, IP-права и так далее. В принципе, делать сделку по продаже этих активов, да, ну, и главный вопрос стоит, насколько можно продать недвижимость с согласием, без согласия, это отдельный предмет анализа, да. Ну, вот я все-таки допускаю, что если получается, либо получить согласие на продажу недвижимости, либо оно вдруг не нужно в причине, либо там не является еще предметом продажи, можно в аренду, в принципе, что-то передать, да, условно. Риск, в целом, квалификации такой всей сделки, как некий там обход закона и так далее, ну, я допускаю, наверное, такие оговорки мы бы делали, да, но оценить этот риск как высокий, либо средний, я бы, наверное, не осмелился, мне кажется, риск маленький в таком внешней ситуации. То есть даже вот учитывая, что, например, вот именно вот как вы сказали, когда продажа идет от, скажем, иностранного юрлица или подконтрольного юрлица российскому инвестору, и когда, в принципе, именно комиссия предусматривает, например, значительные скидки на эти сделки, да, тогда структурировать, скажем, несколько транзакций в виде asset deal и сказать, мы тут всего же ли продаем какой-то asset и получить эти deals тогда без скидки, вы не думаете, что это значительный? Ну, я допускаю, что такое может быть, да, но в конечном итоге мы все равно говорим не ко свободе, там, ну, стороны могут не делать сделку, раз они ее делают, значит, их условия устраивают, да, в конечном итоге. Если мы все равно упремся в недвижимость, необходимость получать такое согласие, да, при продаже нерезидентом или лицом контролируемым нерезидентом, да, мы здесь упираемся в недвижимость, насколько полностью там согласие нам нужно получать, да. Я хочу напомнить все-таки, Андрей, что еще раз вот 9 сентября правительственная комиссия, которая имеет полномочия выдавать согласие на сделки с недвижимостью, пришла к решению, что на любые сделки по продаже недвижимости от российских лиц, а я напомню, что ООО, пусть даже оно полностью принадлежит нерезидентам, тем не менее является российским лицом, да, вот получать согласие на продажу российскими лицами недвижимость иностранным, физическим и юридическим лицам, даже тем, кто находится в недружественных юрисдикциях, связан или контролируется ими, можно. Решение про это написано совершенно однозначно, более того, сделана оговорка, что неважно место регистрации покупателя и сроками это решение не ограничено. Поэтому, вот еще раз, это очень большая индульгенция для продажи недвижимого комплекса, пусть даже он целиком не обособлен как объект недвижимости, но вы наверняка правы, в любом случае объекты недвижимости входят в его состав и, скорее всего, в первую очередь речь пойдет именно о продаже них, а все остальное будет сопутствовать этой сделке. Поэтому здесь, конечно, но мы с вами теоретизируем, конечно, здесь нужно смотреть на реальную структуру этой сделки и структуру имущественного комплекса, о котором идет речь. Отлично. Спасибо большое. У нас следующий вопрос. Какой вопрос мы тут имеем? Здесь много вопросов, кстати, связанных с реорганизацией, в той или иной степени. Здесь формально, да, у нас указ настолько широко сформулирован, что нотарицы сейчас ничего не делают, поэтому фактически мы говорим о том, что любые действия связанные с реорганизацией, ликвидацией сейчас юрлиц в этой части, они требуют согласия, вот такое толкование. Поэтому ждем, наверное, вывод, ждем никаких разъяснений, прояснений. Мне кажется, в некоторых ситуациях там будут послабления, не исключение. Так, какой-то вопрос исчез, теперь я не знаю. Вот Екатерина Коптенкова, вот этот вопрос, по-моему, не отвечали еще. Вот я его просто читаю, Андрей, вы потом скажите, если мы уже ответили на это, согласно другим оценкам действий указа 618 распространяется ли на сделка операций, которые влекут изменения или прекращения, в том числе и иных прав, позволяющих определять условия управления таким ООО или условия осуществления ими предпринимательской деятельности. То есть получается ли при реорганизации необходимо получение разрешений комиссии? Я знаю, что частично только что комментировали, но… Ну, мне кажется, в той мере, опять же говорю, нотариусы не будут заверять сейчас никакие действия, связанные с реорганизациями и так далее. Поэтому, мне кажется, вот в этом есть главная проблема. Вы не сможете на практическом уровне. Как бы мы сейчас там не пытались сказать, что у нас указ, что постановка не распространяется, односторонние сделки распространяется, да. Как бы там, ну, консервативная позиция, естественно, что она максимально широко написана, она распространяется, поэтому нотариусы в конечном итоге сейчас и ничего не делают, да, ожидая никаких разъяснений, да. Поэтому пока какое-то разъяснение не появится, вы на практическом уровне, просто, в моем понимании, не сможете это сделать. Ну, или у вас будут риски того, что все эти действия, если даже вы сделаете, они могут быть в конечном итоге признаны ничтожными, оспорены, да, что, наверное, тоже не хочется принимать такой риск в текущих условиях. И тоже по реорганизации, где уведомление уже подано в ФНС, там тоже самое, наверное. Вот где-то будут нужны эти нотариальные заверения, и тогда лучше иметь все-таки разрешение. Вот это ваш совет. Да, я так обращаюсь. Но в ФНС мы обращались, скажем, мы обсуждали вопрос, связанный с уменьшением ставленного капитала, мне кажется, либо ликвидации. Конечно, в итоге, если заявление, уведомление ФНС будет подано, ФНС, они сказали, что они не видят оснований, то есть устно, да, это был некий там просто звонок от общения, они сказали, что мы не будем там прекращать или там запрещать какое-то действие по регистрации, со ссылкой на то, что необходимо согласие правкомиссии. Если здесь речь идет о том, что реорганизации двух ООО, например, одно по другой или вместе с Лиане, тоже вы трактовали бы консервативно, что нужно лучше иметь какое-то разрешение или рассмотрение, чтобы избежать, что где-то это застрянет. До тех пор, пока не появится разъяснение, да, конечно. Я просто боюсь, что быстро получить такое разрешение не получится, да, поэтому. Ну, в принципе, тогда следующий вопрос, можно тоже сказать, что вы на него уже ответили, потому что это тоже по реорганизации, тогда, коллеги, я понимаю, что мы на все вопросы ответили. Я надеюсь, что уважаемые члены и слушатели, чтобы получили ту информацию, которая вам на сегодняшний день нужна. Материалы по итогам встречи с Минфином, вчерашней встречи мы будем рассылать через комитеты, таким образом, там эти информации вы можете получить. И дальше будем очень активно взаимодействовать под комиссией в тех случаях, где вам нужна какая-то поддержка со стороны Минфина, со стороны Моисеева, со стороны его команды. Было сказано, что мы можем в любой момент обратиться, спрашивать и получить дополнительные разъяснения, если что-то у нас еще осталось неясно. Еще раз огромное спасибо Полине, Андрею, Анастасии, что вы делились с вашими инсайтами. Вот мы презентации можем, по-моему, можем ими делиться с нашими участниками. И таким образом мы их вам высылаем чуть позже. И, конечно, приглашаем вам дальше следить за нашими этими вебинарами и другими мероприятиями, которые мы планируем на октябрь. На октябрь в том числе нас ждет более социальные мероприятия. Нам опять такое сложное и смутное время, конечно, и важно быть вместе. Поэтому мы с АМЧАМ, с Американской торговой палатой организуем совместный такой Stronger Together прием, как летом. Мы организуем встречу в ближайшее время, 11 октября, ежегодный брифинг с Максимом Шаскольским. Там, к сожалению, оффлайн участие ограничено и уже закрыто. Но онлайн, естественно, можно подключиться и посмотреть. И также нам набравить ваши вопросы. И следите тоже за все другие информации по планируемой мероприятию, которая еще будет. Всем большое спасибо за участие сегодня. Хорошего дня и хороших выходных. Хорошо, спасибо. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания всем. Хорошего дня. До свидания.